Думаю, надо проехаться немного, чтобы пешком не идти. А так, если что, я перед работой решил выбраться по-быстрому на часик, решил пораньше встать сегодня. Целенаправленно выехал, посмотреть на А5. Я думаю, они должны быть. В общем, ребята, припарковал я своего железного коня. Пойду я без него схожу, побыстрее будет. Ребята, вот я нашел А5. Вот они. Немножечко. Надо их забрать. И вот еще тут уже кто-то снял. Буквально, наверное, думаю, вчера-позавчера. Так, что у нас тут с цепенком? Ну, вроде все хорошо. Вот он еще не раскрылся. Вот таких вот я А5 собираю. Маленьких, аккуратненьких. Надеюсь, что сегодня удача будет на моей стороне. Ребята, очень много собранных опят. Надо было приходить, наверное, в среде недели. Сегодня у нас пятница. Я решил с утра посмотреть. Потому что, как обычно, в субботу или воскресенье уже ничего не найти. Ну, в общем, очень много срезанных опят. Ну, тут вот остались кое-какие здесь вот немного. Но это еще не все. Не все места, которые я знаю. Вот еще есть. Вот они, опятки. Осенние. Сейчас я их все сниму. Суббота. Вот так вот они на дереве растут. Эти уже раскрылись и не буду собирать. Они уже раскрыты, не такого качества. И жестче скорее всего они. Я такие не собираю, которые раскрылись. Я собираю, которые еще не раскрылись. Вот такие вот примерно. Такие можно еще. Которые только вот-вот-вот раскрылись, тоже можно собрать. Вот нашел еще опят. Да, маловато немножко. Но это, ребят, всего лишь разведка. Я вот не знаю, будет у меня время, не будет время на этой неделе выехать не на разведку, на грибалку. Именно на опят. Вот такие вот они. Чуть-чуть, конечно, раскрылись. Но они свежие еще, плотные. Вот такие вот красавцы. Так, ребят, что-то я там заметил. Не опята ли тут, а опята. Только они все раскрывшиеся. Ой, а вон, вон их сколько. Так, скорее, надо туда пробраться. Вот они. Видите, вон там. Вон они растут. И вот эти вот можно собрать все. Вот эти вот. Там снизу раскрытые. Это тоже все раскрытые. А тут раскрытые. Так, надо вот тут вот промониторить ситуацию. Вот. В общем, я нашел первое нетронутое место. Так, надо еще тут глянуть. Здесь нету. Так, ладно. Не будем отвлекаться. Давайте срежем. Такое местечко. Хотя оно уже тронутое, но дня 3-4 назад. Это новые опятки. Вот. Видите, тут уже было, оказывается. Я сначала обрадовал. Вот все. Все дерево, все березы срезаны. А вот там в конце еще есть. Жаловаться не будем. Будем срезать то, что есть. Вот такие вот ножки. Правда, мусора много. Но ничего страшного. В принципе, опята, они легко моются. Если будет возможность, я вам покажу, как это делается. По крайней мере, как я это делаю. Да, они растут все порознь. Не кучками, а себе кучками. То их легче было бы срезать. Не то, что легче, а быстрее. Когда они порознь растут, очень долго процесс идет. Ладно, ребята, я включусь, как только будут следующие грибы. Надо эти грибы тоже забрать. Они вроде неплохие. Вот именно верхние. Верхние хорошие. Да. Вот опятушки ребятушки сидят. Хорошенькие. Их нужно обязательно забрать. Хоть их и мало. Растут прямо с земли. Вот они красавцы. Я думаю, на литровую баночку маринованных опят я набрал сегодня. А вы как считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, хочу посмотреть свое старое бревно. Вернее, свое старое дерево, на котором я в том году прилично нашел опят. Прямо почти полное ведро. Надо проведать его. Возможно, там тоже есть. И возможно, не собрали его польский по пути. По пути польский нашел. Так что не отчаиваемся. Грибочки есть пока. Вот пару опят сидит. Ладно, не буду так ходить. Вот опята срезанные. Чуть-чуть расстраивает меня. Но ничего страшного. Не одному же мне все собирать. Многие, наверное, тоже правительства знают. Скорее всего, так оно и есть. Ребята, кажется, я нашел свое старое дерево. Давайте посмотрим. Ну что-то какие-то следы есть грибов. Да, вот опяты. Вот они везде по земле растут. Вот опятушки, ребятушки. Вот еще. Вот тут надо пособирать. И вот оно, дерево мое. Но тут уже кто-то срезал их. Вот. Кто-то тут поработал хорошо. Но, тем не менее, на нем еще есть. Ой, и красавчик тут какой-то похожий. Ой, что это такое? Ха-ха. И вот еще бонус мне, ребят. В общем, ребята, поставьте, пожалуйста, этому пухляшу лайк. Жду вас в комментариях. С вами не прощаюсь. Соберу вот эти вот грибочки. Вот эти опятки. И буду уже стартовать в сторону дома. Субтитры сделал DimaTorzok Не зря я сегодня съездил. Не зря я сегодня встал пораньше. Как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. Все, забираем. И домой, домой быстрее, быстрее. Мне на велосипеде ехать где-то полчаса отсюда до дома. Быстро собраться, перекусить и на работу. На работу надо ехать. Чувствую завтра здесь грибников будет. А мне кажется, уже сейчас я буду из леса выходить. А сюда будут заходить. Мне кажется, сейчас они уже попрут грибники им. Чуть-чуть на пеньке не собрал. Кстати, тут вот еще ложные какие-то рядом сидят опята. Их я не буду брать. Рядом с нормальными. Представляете? Их не было в том году. Так, ладно. Съемку я прекращаю на сегодня. Всем удачи, ребят. Вот еще надо собрать. До новых встреч. Сейчас я вам покажу, как можно быстро и просто помыть эти опята. Потом я, конечно же, их отварю. Я думаю, должно хватить на баночку вкусных маринованных опят. На самом деле, ничего сложного. Я набрала в тазик небольшое количество слегка теплой воды. Высыпала уже, видите, сюда 5 столовых ложек простой неидированной соли. Поболтыхаю, чтобы она растворилась. И высыплю сюда опята. Так, время прошло. Часик они у меня позамачивали. Сейчас я буду промывать и отваривать. Сейчас покажу, как я это делаю. Набираю вот такими небольшими горстями в дуршлаг. Сразу смотрю, чтобы не попадали всякие веточки, листики. И промываю под проточной водой. А дальше по стандартной схеме. Отвариваю, делаю рассол и, в общем, по банкам. Ну что, все готово. Помыла я эти грибы минут за 15. Может быть, чуть меньше. То есть, понимаете, Андрей их собирал, наверное, часа полтора. А я помыла за 15 минут. Обычно такое происходит с точностью наоборот. То есть, быстро собираешь и очень долго потом возишься, моешь. Но, благодаря моему хитрому и несложному способу, можно сократить время в 10 раз. Так что, пользуйтесь. А вот и результат. Получилось 2,5 литра вкуснейших маринованных опят. 12,5 литра. 13,5 литра. 1,5 литра.